всем привет с вами комаров виталий вот пришла мне посылочка с алиэкспресс доставляли мне с москвы первый раз мне в жизни доставили посылку с москвы с москвы за четыре дня это паяльная станция конечно много ни странного вес посылки полтора килограмма посмотрим дай бог чтобы она вообще проработал заказал я минимальной комплектации в эти полтора килограмма должна входить сама паяльная станция фен и паяльник вот открываем не подцепишь конечно же паяльной станции подделка отзывы есть что она довольно хорошего качества есть какая бумажка пропаяльник или профи профин пропаяльник ничего не скажем на английском языке это держатель фена насадки на фен шнур паяльной станции сам паяльник ловить неплохой сейчас мы все это попробуем фен сама посылка полтора килограмма фен такой среднеувесистый так ну естественно подставка для паяльник ну как она есть минимальная комплектация так она и есть это сама паяльная станция воняет конечно но сделано вроде как ровненько это калибровка это настройка паяльника это скорость фена температура фена ну что ж можем подключать наверно подключаем шнур метр здесь вот так же предохранитель есть подключаем можно чуть-чуть наверно собрать верно станция менять два болтика можно как справа так и слева ее присоединить вот так вот она держится лучше мне кажется сейчас я отвертку возьму даже вот она мне здесь ну прикрутим коли так в ней магнит для того чтобы поездной станции отключалась он чувствуется тихо твердка крестовая отвертку возьму болт почему-то не особо хочет закручиваться туда он не первый раз неровно прошел его прорезать что надо хочу потом чеком пройдем да это вообще пока на одном разберемся паяльной станции штыки раздеть каждого свои их перепутаться особо не получится то есть как он есть так на его поставишь то есть паяльную станцию за место фена не включишь то есть паяльник за место фена не включишь так вот ну с метр воняет все пойдет 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 вот и все можно и включить паяльную станцию можно поставить сюда загорелась так шлем начинает греться 179 градусов ну да что то такое есть 300 градусов 300 градусов нагрей жало отключается в чем паяльник выставляется по вот этой вот крутилка сейчас выставлена здесь 300 градусов где-то вот жало наконечник точнее жало начинает греться вот он нагрелся до 300 градусов по идее сейчас возьмем припой панифоль панифоль вот припойчик честно сказать я с таким жалом как-то не сталкивался не знаю как его лудить да паяль греет хорошо жало водится сейчас канифольчик откроем рассмотрим рассмотрим жало оловым покрылась паяльной станции неплохая так что поэкспериментируем вот у меня тут какая-то фигня есть можно попробовать ее отогреть что-нибудь отогреть феном вообще она довольно таки очень легенькая все довольно таки компактно сделано фен сам включается когда убираюсь магнит можно работать с тем и другим сразу же одновременно паяльник мы отключим попробуем что-нибудь отпаять залью тут флюсом на флю застыл через гулк не хочет идти много плесканул ну что-нибудь такое так сейчас сейчас у нас тут 300 градусов идите мать вот то что провода пересекает что-то паяльничка содержится не очень в этой штуке попробуем я не знаю достаточно или нет пока 300 градусов флюс флюс я сам делал сейчас я делаю без насадок без чего коваре конечно такую штуку надо приспособимся ну сочность греет хорошо ну по-моему так сейчас попробуем 3 насадки в комбаряктив сразу паяльная станция должна выключиться лояльник я отключу выключилась как она выключилась сама так я сразу можно включать вам отключать здесь есть гнезда чтобы можно было посадить насадку чуть-чуть провернуть запускаем еще раз поднимем температуру до 360 сейчас мы 365 еще раз поднимем и с в в в в в в в в Припой, по-моему, здесь тугоплаткий. Ага, пошло. Разобрал я всю штуку, ну можно, паяльная станция на первый взгляд неплохая, пайщик я не особо такой профессиональный, ну паяльная станция берет, отключается, на сколько ее хватит, я не знаю, она мне достала за 1700 рублей, так они продают 1900, я взял за 1700, это вместе с доставкой, с купоном продавца, я доволен пока что, как она что паяет, паяльный греется, вот я сейчас его включил, все он нагрелся, то есть, как лампочка начала мигать, вот это все, паяльник готов к работе, сама поверхность здесь, она нагревается позже, попробуем набрать, я еще заказал, к нему жало, но что тут не хочет, перец это особо некуда, нажала берет неплохо, не жало, все облюди, очень изумительно просто, что можно сказать, это такие деньги, сказка ребят, она еще и работает, прогревает он довольно таки неплохо, я этим жалом как-то не привык паять, у меня что-то как-то даже не получается, я паял в последний раз, в детстве, так взял себе, для увлечения, паяльник легенький, как авторучка, хоть и называют эту паяльную станцию, подделка, ребят, но это хорошая подделка, я так думаю, прибавляем температуру, паяльник начинает греться, буквально секунду, и он нагревается, без всяких проблем, также, фен сразу запускается, все триста, триста, триста шестьдесят пять градусов, когда вот этот, дергаешь там, что-то происходит, ссылочка на этот аппарат, будет у меня в описании, под видео, именно там, где я брал, спасибо, подписывайтесь на канал, у меня еще, по-моему, 8 посылок, но это там с жалами, вот с такими губками, это вот для чистки паяльников, на них водичка полить и все, флюс это я вот сделал сегодня, сам, твой спирт, спирт и канифоль смешал, вот получился флюс, через иголочку, конечно, он не идет, но так вот, может быть он еще не для того, чтобы, как говорится, так вот его использовать, но для пайки он пойдет где-то там, в хитрых местах, покажем, ну и канифоль вот у меня, больше у меня покажет, нет ничего, к этому делу, все, подписывайтесь на канал, ссылочка на этот аппарат, аппарат, в описании к видео, спасибо, до свидания, подписка с вас, сейчас посмотрим.